В общем, любая цивилизация способна к мутациям. Мы говорим, надо говорить не об исламе, как составляющей российской цивилизации, надо говорить о тех этических принципах, которые возникали на стыке контакта российско-христианской цивилизации и исламской тюркской или исламской кавказской цивилизации. Я читаю, речь идет скорее на территорию России о межцивилизационном диалоге, в котором, может быть, создается нечто иное, нечто новое. Вот об этом говорить очень интересно, поскольку диалог империи с мусульманами России велся на языке огня, стали и угнетения. 60-летняя Кавказская война XIX века вряд ли можно назвать ее примером мирного сосуществования. У нас религиозные деятели очень часто любят говорить, вот, мол, в России является бы пример толерантного мирного существования там разных религий. Ну, просто хочется хохотать. Ладно, допустим, взятие Казани Иваном Грозным это не межрелигиозный конфликт, а конфликт между государствами, там решение вопросов между вассалом и сюзереном, между Золотой Ордой и Москвой. Сразу вынесем за скобки, я знаю, что татары очень любят говорить об этом. Я не считаю, что это был межрелигиозный конфликт, несмотря на те религиозные акты, которые Иван совершил по отношению к Казани и к татарскому населению, там, крещение и так далее. Возьмем 18-й век, рассвет Романовской империи. Три башкирских восстания 18-го века, почти полное истребление башкирского мужского населения. В Академии наук Башкортостана я читал исследования по этому. Это практически нам неизвестно в Москве. Восстание Салават-Юлаева, по-моему, это уже третье или четвертое восстание. В ходе одного из предыдущих, еще в 50-е или в 40-е годы 18-го века, старейшины башкир прекратили даже восстание, потому что просто жестокость царских войск угрожала самоуществованию башкирского народа. Кавказская война. Поэтому у империи диалог с мусульманами один. Сразу скажу, он шел на том же языке, как и диалог с православным населением и империей. Преследование старобрядцев, уничтожение Соловецкого монастыря, уничтожение массового участников Пугачевского и Разинского восстаний. В этом судьбы мусульман и судьбы православных были едины. И тут я перехожу к главному, к тому народному пространству, которое я называю миром очарованного странника. Помните Лесковский очарованный странник? Он бежит от угнетающего его пространства, государственного такого угнетения, куда? Он бежит к башкирам, туда за Волгу, калмыкам бежит. Люди бегут на Кавказ, люди бегут туда, где они естественно находят общий язык с людьми, с татарами, с башкирами, у которых у них нет никаких противоречий. У казаков, ну есть там какие-то, кто-то табун украл, кто-то там, не знаю, женщину украл. Но это как бы бытовые противоречия, это не коренные цивилизационные, нет конфликта. Мы видим, что между православными, между христианами, там, не знаю, староверами, духовными христианами русской земли и мусульманами Кавказа по Волжии нет никакого противостояния, нет никаких религиозных конфликтов. Что верующие Кавказы, Мюриды, Шамиля принимают к себе староверов, принимают к себе беглых поляков, которые католики, которые формируют целый батальон в войске Мамы Шамиля, которые пытаются лить пушки, поляки после восстания 1931 года, которые не хотели служить в имперской русской армии. Таким образом, если говорить о цивилизации, я говорил бы об уникальной народной цивилизации, в принципах народного, уважительного взаимосуществования между народами. Только государство вмешивалось в эти отношения, сразу начинались проблемы. Но характерно, что народы становились всегда по одну сторону, по отношению к государевым легионам, к государевым дивизиям, которые шлили победным шагом во имя матушки Екатерины или во имя государя Николая на Кавказ, или в Поволжье, или в Среднюю Азию. И это существенно для понимания. Когда ученые говорят о цивилизации, то имеют в виду какие-то высокие вещи, вот, мол, цивилизация, такого не было. И такого не могло просто быть. Империя, у него было четкое понимание, оберпрокурор Синода, кстати, неправославный зачастую, мусульманам духовное управление в Оренбурге, все подчиняется губернаторам, все-таки линии таких петровских, как бы, контуров, петровских таких параметров расчерчена вся страна. Наш народ не умещается. И народ, многонациональные народы, ответил на преступления Романовской империи, многолетние, революции. Революции, которая по-настоящему для России была интернациональной. Она была интернациональной не в силу марксистского заблуждения, марксистского бреда о том, что можно переделать народы под какие-то экономические форматы, понимаете. Это как раз было тоже преступление по отношению. Она была интернациональной потому, что эта революция, которую я называю русской революцией, что русский народ в ней был большинство, она была на самом деле революцией русских, украинцев, мусульман, без Кавказа, без Средней Азии, без поддержки народного движения, выступившего в интересах свободы, которая потом была отобрана марксистами. На самом деле ничего такого не случилось. Единая воля нашей огромной цивилизации, название которой, может, нам еще стоит придумать, предлагают евразийской цивилизации. Оно кажется мне неточным, это название. Я с уважением отношусь к тому, что пишет Александр Геевич Дугин, к тому, что пытались другие делать люди, работавшие в этом направлении, великие умы, там, не знаю, Корсарин, Трубецкой, Устрялов тот же самый. Где-то в этом направлении лежит ответ на то, с чем мы имеем дело. Но просто, может быть, это и называется российской цивилизацией в какой-то мере, но, может быть, с таким названием не согласились бы, допустим, чеченцы, которых мне жалко терять, честно говоря, из этого диалога, другие кавказцы, для которых, может быть, слово российское может в какой-то мере носить негативную коннотацию вследствие памяти о Кавказской войне и о 20 веке. Поэтому мне представляется, что нашим поколениям, учитывая опыт столетнего совместного народного сопротивления, угнетению и тирании, еще только может предстоит создать тот формат по-настоящему и народной, многоконфессиональной, межнациональной демократии, и создать те цивилизационные принципы, на которых наша цивилизация, в которую вносит свой вклад, и русские православные, и неправославные христиане, и татары, тюрки, и кавказцы, мусульмане, и татары-мусульмане, и калмыки-буддисты, между прочим, которые играют существенную роль тоже, вцементируя вот это вот пространство, и народы Сибири с их верованиями, с их представлениями, создать некий такой особый сплав, особый тип, генеиз которого нас еще может быть ждет в будущем. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о роли ислама, я бы сказал, что ислам играет роль здесь, на этой территории, представителя огромного, огромной великой исламской цивилизации, российский ислам, ислам мусульман России, российского государства, мусульман Средней Азии, которые, к сожалению, отрезаны сегодня в политическом смысле от единого пространства и в социальном, но которые присутствуют через своих сынов и дочерей узбеков-таджиков, которых оскорбляют, казахов, естественно, киргизов, туркмен, которых оскорбляют, называя мигрантами-гастарбайтерами, но которые являются неотъемлемой частью братьями и сестрами нашими в этом едином формате нашей единой многоконфессиональной цивилизации, которая будет и с их участием обретать свои подлинные черты и подлинные форматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова